Тем временем Центральная избирательная комиссия завершает подсчет голосов на президентских выборах. Накануне они завершились беспрецедентной явкой 95,11%. В центре избиркоме сейчас работает наша съемочная группа. И на прямой связи со студией мой коллега Иван Тулинов. Иван, доброе утро. Скажите, каковы официальные данные по итогам вчерашнего голосования? Доброе утро, Злиха. Мы с самого утра находимся в офисе Центральной избирательной комиссии. Следим за любой информацией, которую распространяют сотрудники ЦИК. Но пока из официально озвученной остаются данные о явке. Отмечу, что в число 95,11% не входят данные из-за рубежа. Хотя и в данный момент такое число избирателей, посетившие участки, является рекордным за всю историю выборов. Последняя информация пришла три часа назад из представительств Казахстана в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве. Она будет включена в итоговые данные по числу проголосовавших, которые будут озвучены на ближайшем брифинге. И вместе с тем станут известны результаты подсчета бюллетеней. Будут ли это окончательные данные или предварительные, не сообщаются. Но ЦИК планирует представить новую информацию по президентским выборам буквально через 20 минут в 10.00. Также отмечу, этой ночью были озвучены данные трех экзит-пулов. Это международная практика. Цифры отличались сотами долями процентов. А первым данные представил Институт демократии. Согласно результатам исследований, с огромным отрывом лидирует Нурсултан Назарбаев. По данным экзит-пул, за него отдали свои голоса 97,5%. Проголосовавших Аблигазик Усаинов набрал 0,63%. Тургун Суздыков 1,87%. Итак, мы ждем официальных данных по итогам голосования от Центральной избирательной комиссии. Пока у меня все. Залиха. Хорошо, будем ждать. Спасибо за информацию. Напомню, с Центра избиркома передавал наш корреспондент Иван Тулинов. Продолжение следует.